В этом году особое внимание уделят восстановлению дорожного полотна в старом центре Самары. Отремонтируют Полевую, Красноармейскую, Максима Горького, Молодогвардейскую, Чупаевскую, Галактионовскую и другие улицы, по которым проходят гостевые маршруты Чемпионата мира по футболу в 2018 году. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, по 9 объектам из 51 торги уже прошли. Запланирован ремонт путепровода на улице Авроры и Южного моста. Информационные швы будут ремонтировать. Будет полностью убран верхний и нижний слой. Дойдем до основания. Там будет в данной ситуации восстанавливаться вся арматура. Потом будет заливаться. Ну и дальше вся по процедуре идти. Сами конструкции, которые опоры, они прошли испытания, они остаются. Примерно 160 миллионов рублей потратят на карточный ремонт. Приведут в порядок улицы, которые вызывают особые нарекания жителей. В том числе Среднесадовую, Матросовую и Бугачевскую. На гарантии сейчас 156 автотрасс. Все замечания по ним устраняются за счет компаний-подрядчиков. В самом разгаре сейчас аварийно-ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Когда потеплеет, рабочие муниципального предприятия благоустройства перейдут на мелкозернистую. В первоочередном порядке устраняют дефект на дорогах с интенсивным движением. Есть аварийные участки, которые по предписанию ГИМДД. По именно качеству дорожного подкрытия в настоящий момент ведутся по проспекту Металлургов, по проспекту Масленниково, по Ново-Вокзальному. Также две бригады у нас на Максима Горького и одна бригада у нас на Венске. Перечень объектов формируется с учетом информации о дорожных ямах, получаемой от горожан. Запланированный объем работ 37 тысяч квадратных метров. На все виды ремонта автомагистрали в этом году предусмотрено 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Эта цифра не окончательная. Возможно, ее удастся увеличить за счет денег, собранных в рамках системы Платон.